Всем привет, друзья! В общем, жесть продолжается, я не знаю, короче, это какой-то, я не знаю, зигзаг жизни, в буквальном смысле слова, потому что иду как-то, вот реально, когда я иду, сейчас вот шел к машине, я шел к ней, ну, по какой-то, я не знаю, там, немыслимой траектории, весь какой-то перекошенный, похож на Паниковского, который преследовали местные жители. Который там тащил, спер гуся, огурец, и вот он от них, как-то таким, тоже замысловатым способом пытался от них убежать, если бы не Остап Бендер и его машину, то неизвестно, что бы случилось, чтобы стало с этим Паниковским. Вот у меня то же самое, только я ничего не крал, а сейчас еду к врачу, но перекосило у меня капитально, тем более, это как-то наступило совершенно без всяких предупреждений, объявлений, там, войны или еще что-нибудь. В общем, вчера еще было нормально, просто когда домой пришел, я почувствовал, ну, в спине некое, такой, знаете, первый звоночек о том, что, ну, как бы спина начинает болеть. Ну, раньше, допустим, у меня тоже такое было, я вставал, конечно, немножко так был перекошен, знаете, как будто такая небольшая блокада. Я выпивал обезболивающее, ну, и, в принципе, мог еще ходить, ушел на работу, такой, как пингвином, но работал, и через какое-то время, через дня, так, 3-5, все это проходило. Как бы все нормально, ну, что-то после вчерашнего у меня жена еще, ну, я пришел, лежал, она мне уговорила вечером пойти хотя бы часок прогулять, говорит, хватит належивать себе пузо, и так уже огромное, пошли прогуляемся, ну, пошли прогуляемся, все. А сегодня утром зазвонил, как обычно, телефон, думаю, ну, нужно все, вставать на работу, я с трудом поднялся, и когда пошел в ванную комнату, в туалет, то до меня дошло, что я нормально-то ходить вообще не могу. Я говорю, шел по какой-то замысловатой траектории, так даже ракета не летает, как вот я как-то вот так вот шел, непонятно, но я думаю, нет, в таком состоянии, конечно, не работать, не ходить, ничего не могу. И, соответственно, написал сообщение на работу, что я иду к врачу, вот что, в принципе, сейчас и происходит. Я еду к врачу, конечно, хотел чуть-чуть пораньше, но что-то не получилось, но из-за того, что я рано утром сегодня проснулся, потом я не мог уснуть, ворочаться я тоже особо не мог, потому что, когда переворачиваешься, спина, она тоже сильно болит. Я как бы в такой полудреме сейчас проснулся и еще обнаружил себе еще один источник боли, это головная боль опять, короче, все вместе. В общем, я как какой-то шампунь-кондиционер, в котором и то, и другое, и еще может быть освежитель какой-то волос, потому что совсем недавно, совсем недавно мучился тем, что у меня болел живот, желудок, были колики. Это еще было вчера, вот сегодня, как это, когда, это так переместилось в другую сторону и живота в спину, короче, пришибло так, что приходится вот кихать к врачу. И думаю, что дадут больничные, и как минимум неделю я проваляюсь дома, потому что других никаких способов это, ну, выпишут опять таблетки. Тем более, что таблетки, те и обезболивающие, которые я всю жизнь, как говорится, принимаю, они у меня кончились. И если сейчас выпишут новые таблетки, я их обязательно возьму, потому что как бы последующая моя вот, последующая жизнь, она без таблеток уже, ну, просто-напросто невозможна. Таблетки это, тем более, обезболивающие, то, что связано со спиной, это уже такой, знаете, сопутствующий элемент моей жизни, и уже без этого невозможно. Никакая, там, гимнастика или еще что-нибудь, в общем, это не может меня вылечить. Повезло мне, в общем, я приехал сюда к врачу, здесь у нас, ну, здесь, в общем, парк-плац, на который я вместился, и мне очень повезло. Ну, придется сидеть ждать еще 15 минут, но я готов ради этого, ради этого и ехал, я хотел еще раньше выехать, думал, приедешь, ну, вот, придется стоять на улице, потому что неизвестно, какие сейчас условия, при которых запускают пациента. А на улице довольно-таки прохладно, я вырезался в одну рубачку и шорты, думаю, я же там просто-напросто замерзну. А теперь, если я здесь нахожусь, я, в принципе, могу дождаться того, как откроется эта дверь к врачу и пройти туда. Если даже, допустим, скажут, ждите на улице, то я могу посидеть в машине, да и не замерзнуть при этом. Я не знаю, друзья, что действительно, вот, траектория моего вот сейчас перемещения, да, движения, она, который назвал зигзаг жизни, в буквальном смысле слова, еще можно так сказать, что сейчас вот именно период, именно вот то же самое, да, к нему можно отнести то же самое определение, потому что, ну, что-то вот нашла коса на камень и пошло то одно, то второе, то я вот в пятницу болел, смог выйти на работу и сейчас опять, короче, какая-то жесть полнейшая. Ты даже не знаешь, что это такое, как-то назвать. Возможно, возможно, многие скажут, что все, Димон, это старость. Да, возможно, вот это вот приближение старости, помноженное на избыточный вес, все это приближается семимильными шагами. Ну да ладно, все, дождусь сейчас врача и потом расскажу все, что дальше было. Так, друзья, в общем, приключения мои продолжаются. Дело в том, что все пошло не так, как я задумал, мой доктор опять находится в отпуске. В общем, за последние, наверное, полтора года я своего доктора, домашнего врача, я его не видел. Постоянно какие-то фертретеры, постоянно какие-то другие врачи или, допустим, посещение больницы. Вот это вот то, что у меня было. А когда я последний раз видел доктора, я не знаю. Даже специалиста, ортопеда, я видел чаще, потому что мне давали направление, чужие врачи. И я шел к своему ортопеду. Здесь буквально вот вы проезжаете, да, какое-то там расстояние. И попадаем мы вот на такую, на парковочку, в общем, на которой я нахожусь впервые на этой парковке. И здесь, прямо рядом с парковкой, находится вот этот вот геманшафт практиц, где куча врачей принимает. И я пришел сюда. Ну, сказал, так и так, мой врач в отпуске. Вот, и хотел бы, к врачу, говорю, спину так перекосило, что-то, говорю, у меня загнуло буквой ЗЮ. В связи с тем, что у нас коронавирус везде, сказали, что сейчас принимает по терминам шпрехштунды. А вам придется приехать к половине одиннадцатого и в порядке живой очереди дожидаться, пока вас примут. Ну, я, в принципе, согласен. Лишь бы приняли. С другой стороны, те люди, которые, допустим, как-то отлынивают от работы, для них это вообще чуть ли не, там, рай. Почему? Потому что вы практически целый день потратите на врачей. Да, вы, хочешь не хочешь, это не час, не два, день как бы вы убили. Вот, даже если, допустим, кто-то, если приходит на работу, потом, о, что-то у меня там плохо, пойду к врачу. Вы приходите к врачу, а вам говорят, так и так, мы сейчас не принимаем, вот, в порядке живой очереди, допустим, там, с двух часов. Ну, хорошо, с двух часов. И вот, что делать? На работу уже возвращаться не имеет смысла. Ну, вот, соответственно, человек остается здесь, да. Хотя он сказал, что я поехал к врачу. Вот он уезжает, вот, у него термин, потом еще где-то два часа, это в среднем, да, человек будет сидеть, дожидаться в порядке живой очереди, когда его примут. Вот, и только потом будет вынесено какое-то решение. В общем, день практически вы убили, да. Вот, и это довольно-таки интересно, но интересно именно связано с, в период коронавируса. Ну, и так же, так же я уже, наверное, рассказывал, когда ездил в больницу, когда работодатель настоял на том, чтобы я, не хотели они мне давать отпуск, да, чтобы я один день дома отсидел, и мне послали к врачу, чтобы я принес этот. Ну, и, как выяснилось, что врачи, они работают до 12, а больница принимает с 4, вот, и этот период времени, короче, вы никуда не попадете. Ну, и у вас, допустим, не нотфаль, да, поэтому вас не примут, вот, придется дожидаться, допустим, обычной медицины, которая, ну, позже, да. И то не факт, что когда вас примут, вам дадут больничный, потому что обычно это происходит так. Вы приходите, врач ставит диагноз, спрашивает вашего лечащего врача домашнего, дает вам сопроводительное письмо и говорит, так и так, все, к этому, к вашему врачу, да, идите. И, соответственно, вы, значит, пришли на прием, да, как бы еще ничего не понятно, у вас есть какая-то болезнь, да, но больничный вам не дали. И чтобы вам получить больничный, вы еще и должны в понедельник пойти, да, и вам задним числом, там, в течение, допустим, там, двух дней, что ли, календарных вам могут задним числом дать этот больничный. И вы, значит, ну, говорите врачу, так и так, ну, еще могут вам еще один денек накинуть, вот, потому что сможете сказать, что у меня там не прошло. И, соответственно, вместо одного дня урляуба у вас три дня больничного. Конечно, допустим, мне вот этот больничный, он мне выгоден, не выгоден, а он на работодателю. Но я всегда, как бы, знаете, ну, думаю, как такой полноправный представитель, там, фирмы, да, и, как бы, не в моем, я не знаю, как это назвать, не в моем, там, вкусе, что ли, чтобы, там, отлынивать от работы. Поэтому малыми, как говорится, хотел пожертвовать малым, чтобы ни фирме не навредить, ну, и себе. И, вот, все-таки я надеялся на то, что просто-напросто голова пройдет, вот, и, допустим, к середине или к концу вот этого рабочего дня голова пройдет. Ну, вот, а в понедельник я уже выйду, как уже полноценный работник. Ну, вот, шеф настоял, и я узнал о такой перспективе, что, вот, можно так встрять еще на два дополнительных дня. Думаю, ладно, если требую, думаю, ну, что, тут спорить, что ли, будешь. Да, никаких споров, все довольно-таки серьезно. Ну, думаю, ладно. Вот. В общем, вот такие вот приключения, друзья. Пока что еще ничего не понятно, не ясно, вот, и придется подождать времени, да, до 10 часов. У меня еще 2 часа, вот, чтобы приехать, прийти потом там занять очередь, да, чтобы половина 11-го. Все это, нет, не пол 11-го, когда-надцать, а пол 12-го или пол 11-го. В общем, у меня есть еще время подождать, и потом только пойду к врачу. На этом, друзья, все, всем пока и увидимся.